Руководители регионального избиркома, общественной палаты Тверской области и уполномоченного по правам человека Тверской области обсудили важные организационные вопросы и взаимодействия при проведении избирательных кампаний единого голосования 13 сентября этого года. В этот день состоятся дополнительные выборы депутата в Законодательное собрание Тверской области, 6-го созыва Поржевскому одномандатному избирательному округу номер 11 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Тему продолжит наш корреспондент. Выборы в сентябре отличаются от других избирательных кампаний тем, что будут сочетать в себе сразу две формы досрочного голосования, традиционное на участках и голосование вне помещений на дому или же придомовых территориях. Так, со 2 по 8 сентября можно отдать свой голос территориальной избирательной комиссии. Для этого нужно будет написать заявление, в котором указать причину своего решения. В этом случае бюллетень запаковывается в конверт. Если у избирателя нет возможности проголосовать традиционным способом, члены избирательной комиссии придут к нему на дом. И заявки голосования на дому вне помещения можно будет подавать уже с 3 сентября, соответственно, и до 14 часов 13 сентября включительно. Заявление о голосовании вне помещения на дому можно подать не просто лично, обратившись в участковую комиссию, либо позвонив туда, ну и через портал госуслуг. На портале госуслуг появился сервис. Насрочно 9 и 10 сентября можно будет проголосовать в участковых избирательных комиссиях, где установят привычные урны для бюллетеней. Также до единого дня голосования жители 13 муниципалитета смогут прийти, отдать свой голос на участках и за их пределами 11 и 12 сентября. Все нововведения продиктованы соблюдением мер безопасности в связи с профилактикой распространения коронавируса. Так как стало больше дней голосования, изменился и порядок назначения тех, кто будет следить за ходом выборов. Политические партии смогут иметь резерв наблюдателей до 6 человек, то есть по 2 человека на один день. Очень правильный посыл общественного наблюдения не навреди. Мы должны сделать все максимально, чтобы люди не просто проголосовали, но и чтобы никто за спиной этого голосования, дня голосования, никто не усомнился в справедливости, в правильности, в легитимности. И поэтому это должна быть организованная работа и аппарата палаты, и всей палаты, и всего пулу общественного наблюдения. Особое внимание уделили вопросу безопасности здоровья избирателей в связи с распространением коронавируса, установке в помещениях антисептиков и обеспечению средствами индивидуальной защиты, а также измерению температуры при входе. В залах установят видеокамеры. Как идут выборы, можно будет наблюдать на сайте регионального избиркома. Напомним, 13 сентября в Тверской области пройдут 24 избирательных кампании, заработают 278 участков. На 270 мандатов претендует 665 кандидатов. Среди них представители 34 политических партий и самовыдвиженцы.